МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Подоплёка» принимает участие мэр города Резыкне, недавно вновь подтвердивший свои полномочия Александр Барташевич. Доброе утро, Александр. Он с нами по связи через Зум удаленно. Тема сегодняшней программы – это восстановление, восстановление экономики Латвии постпандемийное. Как мы знаем, пару дней назад пришло сообщение о том, что Латвии переведен первый транш средств на восстановление экономики. Это более миллиарда евро европейской помощи. И эти средства, конечно же, должны обеспечить какой-то рывок для нашей экономики, для городов и для предприятий. И в этой связи я хочу напомнить о том, что экономист банка «Луминор» Петерис Страутенш недавно сказал, что Латвия показывает неплохие результаты роста ВВП в этом году – это около 5%. И цифра эта беспрецедентная за последнее время. И, конечно, мы можем понять, почему она возникла, поскольку действительно вливание в экономику средств, грантов и кредитов, они очень большие. И это не могло не отразиться на общих результатах. Однако Эстония и Литва намного превысили эти показатели, показывают более успешное развитие. И вот экономист банка говорит о том, что Литва, например, очень успешно развивает малые города и промышленность в этих малых городах, создавая рабочие места и, соответственно, точки роста экономики. Поскольку наш сегодняшний собеседник, наверное, всю свою деятельность на посту мэра Резекне посвящал именно промышленному восстановлению этого города, его инфраструктуры, его привлекательности для инвесторов, то мы решили вот как раз с ним, как со специалистом поговорить о том, какие, ну, как бы сценарии видятся сейчас развитие экономики, что ждет город Резекне от вот этих программ европейской помощи, может быть, есть уже какие-то конкретные проекты, мысли и так далее. Итак, Александр, запрашивало ли правительство города о том, какие средства и какие проекты они могли бы реализовать с помощью вот этих новых обливаний Евросоюза? Нет, ну, конечно, такие дискуссии были. Я бы не сказал, что они были очень целенаправленными в плане вот таких интересов конкретно у каждого города спрашивались, а куда бы вы эти деньги хотели распределить, потому что достаточно долгое время не было ясности, а вообще куда эти средства направят. И поэтому мы до сих пор… Ну, вот есть некоторые презентации, я даже сегодня смотрел, анализировал, куда же пойдут программы оздоровления деньги, и на самом деле не так уж и много, но вот одна из таких программ – это строительство жилых домов. Многоквартирных, да, 42 миллиона предусматривается, но, опять же, напоминаю, что это 42 миллиона из почти 2 миллиардов. Да, это капля в море вообще-то, да. Почему я говорю про строительство жилых домов, потому что мы сейчас очень серьезно столкнулись… Ну, я просто считаю, что для РЭЗГ, например, проблема развития индустриальных территорий, она уже отошла немножко на второй план. Мы сейчас занимаемся второй проблемой. Это должны быть квалифицированные кадры, готовые трудиться, потому что если мы говорим о безработице в РЭЗГ, ну, где-то немножко ниже 10%, то она, наверное, сигнализирует о том, что достаточно много количества людей не готовы в принципе работать, они готовы жить на пособии. Да, и это для достаточно слабо развитых регионов, как такие, как Латгалия, это очень характерный признак. Да, безработица есть, но она не значит, что у нас есть много трудовых ресурсов. Поэтому о трудовых ресурсах надо думать. Их нужно где-то расселять, потому что, скорее всего, мы эти трудовые ресурсы будем брать на стороне. Это не наши рожденные нами дети будут, а мигранты, которые будут работать. Но мы уже, не знаю, анализируя любую статистику, можно к такому выводу прийти, что у нас недостаточно работников. Об этом говорят очень много латвийских предпринимателей. Это подтверждается достаточно большим потоком, несмотря на серьезные, как говорится, на определенные сложности с привозом этой рабочей силы извне. Тем не менее, поток этих таких вот мигрантов, которые, например, увеличивается. Понятно, что это люди, которые приезжают на какое-то короткое время, зарабатывают деньги и уезжают. Они работают точно так же, в том же режиме, в котором работают наши латвийцы, когда они уезжают в Англию или в Германию. Да, и, наверное, пришло время об этом серьезно поговорить. Я тоже слушал передачу господина Страутенча. Да, мне очень понравились его тезисы. И, в общем-то, они были обоснованы примером Литвы и Эстонии. Правда, не совсем можно резокно отнести к тем малым городам, о которых он говорил. Потому что там в Вече-то Акаунасе, например, литовском, да, где 300 тысяч живет и Ляпа-Невежусе, которым он даже больше доукупился. Да, и, конечно, хороший пример должны показывать большие города. Я согласен, что Лепа очень неплохо развивается. Да, укупился, ну, похуже. И, наверное, у них еще не было такой задачи поставленной однозначной вкладываться в индустриальные зоны именно таким образом, чтобы стать лидером в Латгалии в этом смысле. Резкон, да, несмотря на то, что мы маленький городок, но я могу сказать, что мы за последние 10 лет, немножко больше, чем 10 лет, мы достаточно серьезные вложения произвели в индустриальные зоны. Это вот как раз то, о чем господин Стражевич говорил, земельные участки обеспечены инфраструктурой. Мы даже пошли дальше, потому что программы и структурные фонды нам позволяли вкладывать деньги не только в благоустройство участков земельных, но и строительство индустриальных комплексов, так называемые технопарки, в которых, кстати, вредно работают предприниматели. Они, базируясь на нашей инфраструктуре, которая для них очень дешевая, они ведут и свои инвестиции уже в недвижимую собственность. Например, я считаю, что огромным достижением и подвижкой вперед является приведение в порядок нашего самого крупного завода Розыкненского, который практически банкротировал достаточно давно, Рыбир. Эти помещения уже стоят отремонтированы. Я так понимаю, что до наступления следующего года будут здесь самооборудования, начнутся работы, то есть производство начнется, как раз то производство, о котором говорит эксперт Луминорбанка. И мне кажется, что мы в этом направлении движемся очень динамично. Скажу больше, что на следующий период планирования у нас уже есть несколько территорий, в которых мы тоже планируем развивать их на парке и до самой высокой степени готовности. Это значит, что там будут стоять корпуса заводские, в которые инвестору достаточно будет завести оборудование и он будет работать. Я согласен с экспертом, что, ну, наверное, какие-то IT сложные технологии развивать в регионах достаточно сложно, и, опять же, из-за отсутствия квалифицированных трудовых ресурсов. Поэтому мы эту тему уже давно раскусили, и мы вкладываемся в промышленность. Мы стимулируем рост именно в этом секторе разные отрасли, это и делопереработка, это и металлопереработка, и, в общем-то, пищевая промышленность. Да, поэтому мы даже без структурных фондов мы стараемся помогать предпринимателям, присваиваем земельные участки для расширения бизнеса. Эти процессы у нас тоже очень активно идут. Хорошо. Про Рыбир. Могли бы рассказать поподробнее? Значит, в следующем году там начнется производство, а кто является, ну, генеральным заказчиком? Или там вы привлекли несколько предпринимателей, которые будут на этой площадке работать? Ну, получается так, что изначально у нас еще был один объект, Великос-1, это индустриальное здание площадью 7 тысяч квадратных метров, которое у нас по конкурсу получило предприятие ВТИ Аботы. Это наше латвийское предприятие. Оно приняло решение развивать свои производства, которые и так, в общем-то, не маленькие, врезыкны. Именно благодаря тому, что и рабочая сила, доступность больше у нас, и она достаточно недорогая. Ну и, собственно говоря, ту работу, которую самоуправление провело, тоже их очень привлекло. Поэтому они сначала арендовали одно здание, устроили там производство столярной плиты, оно уже работает, и потом прикупили здание Рибира, которое достаточно привлекает на цене. Уже проведены инвестиции в приведение в порядок этого здания, то есть оно сейчас стоит очень красивое, даже лучше, чем, я думал, когда изначально было построено. Но не это главное. Главное, что есть возможность сейчас эти производственные площади, которые, в общем-то, 28 тысяч квадратных метров впустить в дело, в работу и в одном месте фактически расположить свое предприятие и спокойно развиваться, уже имея перспективу на долгие годы, потому что площади это позволяют делать. Мы очень рады, что у нас такой инвестор, я бы сказал, якорный появился. Это позволит нам определенный создавать уже вокруг него кластеры, связанные с производством мебели. И там тема очень будет интересна, мне кажется, развиваться, и большие перспективы. Ожидаем. Да, очень хорошо. Скажите, Александр, ну, казалось бы, что Резакны как город имел большой запас прочности именно по жилью, ну, в отличие, например, от Валмера, который уже давно испытывает дефицит жилья и невозможно даже квартиру снять людям, которые хотели бы на валмерских предприятиях работать. Вот как у вас сейчас складывается ситуация с жильем? Почему вы думаете, что необходимо развивать строительство жилья для потенциальных людей, желающих обустроиться в городе Резакны, жить и работать? Я не думаю, что ситуация по жилью очень отличается, ну, я имею в виду в смысле спроса или запроса на жилые помещения, на квартиры, на квартиры, на квартиры, на домах. У нас отличаются в Валмере и Резакны. Просто Валмера более платежеспособная. И когда в Резакны спрос на жилье увеличится, или, ну, сейчас мы уже это наблюдаем, что растут цены на квартиры, то есть, ну, это объективно, потому что спрос, ну, очевидно, это связано с притоком людей в Резакны. Конечно, в какой-то степени и с подорожанием строительного рынка, но рынок жилья вот таких маленьких городов, как Резакна, там даже Дауглпилс, они не привязаны к строительному рынку, потому что у нас только вторичные квартиры, то есть, которые выброшены на вторичный рынок, это не вновь построенные. Практически таких домов у нас можно по пальцам перечесть. Но я понимаю, что эти цены стремительно сближаются. Цена, за которую можно построить квадратный метр квартиры, и цена, за которую можно ее реально продать в городе. Это, с одной стороны, ну, не очень не нравится жителям, потому что они считают, что, ну, вот сумасшедшие растут цены и так далее, но, с другой стороны, она позволяет нам начинать строительство жилых домов. И в этом смысле меня очень порадовало, что определенная сумма в программе оздоровления выделяется на строительство жилых домов, с чего, собственно говоря, я и начал, на 42 миллиона. Это значит, что можно будет 30 домов, 50-квартирных построить. Если, конечно, будет использоваться механизм поддержки в виде грантов, 30% от, ну, как скажем, от стоимости объекта, вот этого 50-квартирного дома, тогда можно 30 домов построить. Но мы уже сейчас развиваем проект, начали, по крайней мере, проектные работы, конкурс эскизов объявлен по поводу строительства, застройки одного участка в Резакне. Там будет квартал, в котором мы предусматриваем 10 домов, многоквартирных таких подобного типа. Понимаете, что этих денег недостаточно для того, чтобы сдвинуть всю эту, как бы, достаточно инновационную машину. И в то же самое время мы можем констатировать, что если самоправления не будет при такой поддержке государства эти программы реализовывать, то в регионах мы со строительством квартир не сдвинемся с места. А это значит, что мы не сможем привлечь трудовые ресурсы, которые необходимы для тех предпринимателей, которых мы уже к себе привлекли. И это общая проблема. Это не только для Резакна проблема. Проблема является мы для Лепа и для Дарлопилса, для Валмера, для всех индустриальных центров и для всех центров развития Латвии. То есть можно это, Александр, извините, можно, значит, это, ну, сейчас рассматривать, вот это предложение со стороны Евросоюза как некий толчок к разработке программы государственного масштаба, которую в дальнейшей перспективе можно будет реализовывать? Главное, чтобы правительство не передумало. Это я уже вижу, что в программе эти деньги обозначены, но наверняка все это так и будет, потому что программа согласована с Европейской комиссией. Не думаю, что менять. Но у нас же еще помимо этих денег есть структурные фонды, которые идут в рамках периода планирования. То есть там тоже достаточно серьезные, больше миллиардов гораздо, чем вот эти два. И вот главное, чтобы в этих миллиардах мы четко обозначили цель. Если мы хотим развивать промышленность, а это очень правильно, на мой взгляд, то нам нужно задумываться и о местах для инвестиций, для того, чтобы они были привлекательны и более привлекательны, чем, допустим, в Бильнюсе или в Каунасе, и о жилье для будущих рабочих, то есть и о программах рождаемости, потому что эти будущие рабочие могут появляться двумя путями. Мы должны рождать детей здесь, воспитывать их, обучать и заинтересовывать оставаться, чего мы сейчас не наблюдаем в Латвии, или привозить рабочую силу готовую, на которую, в общем-то, денег тратить не надо. Но миграционная политика у нас достаточно жесткая, и пока... Но зато это решение можно очень быстро принять. То есть вот такая дилемма у нас есть. Ни в одной, ни в другой, ни в одном, ни в другом направлении я бы не сказал, что мы работаем эффективно. То есть не детей рожать мы пока не научились, и, как говорится, каким-то образом объяснять, чтобы они оставались в Латвии, не мигрантов допускаем. Хорошо. Я напомню... Жизнь, конечно, нас заставит думать по-другому. Думать по-другому. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и телефоны в студии работают. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему собеседнику Александру Барташевичу, это мэр Резекне, в течение уже многих лет. И мы говорим о развитии, о программах экономического роста для Латвии. Привлечение рабочей силы извне является быстрым решением, как подчеркнул Александр только что. И мы видим, что в отрасли строительства на сегодня уже декларирован дефицит 7 тысяч рабочих мест. И, конечно, это проблема, которая уже вопиёт и требует своего решения. Мы будем говорить об этом обязательно дальше. А пока у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Александр, когда ты соврали, я читал меня о том, что я редко когда-то отношался с ним. И мы очень часто с ним спорили, многократно. Но всё-таки в этот раз я не могу с ним не согласиться по поводу мигрантов, по поводу притока населения, и тому, что рожать действительно не научились. Ну, про себя я, конечно, могу сказать, что научился и родил трёх детей. Но касательно IT, вот это единственный пункт, где я с Александром не соглашусь. И, кстати, его инициатива по поводу строительства нового жилья могла бы помочь в этом вопросе. И IT это то, что можно развивать. Потому что всего три сектора в Латвии на данный момент имеют вектор к развитию. Это экономика, медицина и IT. Это три растущих индустрии. И мне кажется, что это как раз то самое. Мы сейчас видим, что Резекнецко-технологическая академия объединяет на Далбаклсом. Кто знает, к чему это приведёт, я надеюсь, к рывку, к прорыву. Ну, есть такая надежда, потому что всегда хочется верить, что всё, что меняется, приводит именно к этому. И поэтому, мне кажется, Александру надо обратить внимание на это. И растить кадры IT, это непросто. Но их надо растить на месте. И у нас есть успешные предприятия в Резекнец. Более уже четырёх успешных IT-предприятий. И мне кажется, это как раз то, на что нужно обратить внимание. Хорошо, спасибо вам за ваш комментарий. Да, как раз это вопрос, который я хотела задать. Ваша оценка прогнозируемого объединения Резекнинской высшей школы технологии с Даугавпилским университетом. Конечно, это не быстрый процесс, как вчера говорил проректор по науке Арвид Баршевский. Я комментирую опять-таки этот вопрос. Вот ваша оценка. Ну и кроме Резекнинской высшей школы, я бы хотела задать вопрос о среднем специальном образовании. То есть, какие профессии сейчас Резекна предлагает, что самоуправление может, как оно может повлиять на выбор специальностей, даваемых в городе, и убедить там, допустим, Министерство образования какие-то новые специальности включить в этот перечень, который необходим для развития промышленности в городе? Да, я, может быть, Вячеслава поправлю, что я не говорил, что IT не нужно развивать, и город не помогает, потому что в том же здании Великос-1, помимо производства плиты столярной, находится еще и одна большая компания, Резекнинская, в которой работает очень большое количество людей, которые занимаются IT-технологиями, они пишут программы на экспорт. И, конечно, это неплохо, там достаточно хорошие зарплаты. С точки зрения экономики, есть свой вклад, но, может быть, не такой большой, какой дает нам развитие промышленности в городе. Но мы совершенно не отметаем сторону развития IT-технологий, и, конечно же, если такая поддержка и помощь потребуется, мы ее готовы дать любой компании, которая хочет основаться у нас. И что мы, собственно говоря, и делаем. Возвращаясь к высшему образованию и Академии технологий в городе Резек на объединение с Дугопилским университетом, да, мы буквально вчера обсуждали эту тему, позавчера, нет, вчера, обсуждали тему с представителями нашей Академии. Они смотрят на это, наверное, как-то попроще, на объединение, их пугает, чем университет. Их пугает одно, чтобы это не было присоединение к университету и, допустим, статус филиала для Резекменской Академии. Это на самом деле может привести к ликвидации, в конце концов, потому что если сейчас город Дугопилс демонстрирует такое принадлежительное отношение к учреждению высшему, которое по показателям не хуже Дугопилского университета, да, и, может быть, в некоторых направлениях даже и превышает показатели Дугопилса и достаточно неплохо работает. И мы в Резекне очень хорошо понимаем, что если не будет высшей школы в Резекне, подобной Академии, то все наши планы, связанные с развитием индустрии, можно, ну, как говорится, закрыть и забыть о них. Потому что главный ключевой момент и для IT-технологий, и для развития промышленности – это квалифицированные кадры. Пока это у нас единственная надежда, Академия технологий, и она оправдывает. Мы говорили не только о том, как надо себя вести при объединении двух высших школ Латгалии, но и что может самоуправление сделать для того, чтобы высшее образование в Резекне развивалось, чтобы качество повышалось и чтобы количество студентов из Резекненских школ увеличивалось в Академии. Так что, ну, вся эта работа, она проходит, мы ее стараемся интенсифицировать и улучшить. И, конечно, понимаем важность наличия высшего образования в самом регионе. И мне не хотелось бы, чтобы разговор или дискуссия с Дау-Пелсом перешла в такую острую плоскость, потому что на самом деле у нас цели общие. Как дать возможность Латгальскому региону развиваться, как обеспечить его эффективными кадрами. Допустим, Академия технологий очень активно и хорошо работает с иностранными студентами. Многие иностранные студенты остаются здесь и работают. Как раз-то то, о чем мы говорили в самом начале передачи. А откуда эти иностранные студенты приезжают? Почему их заинтересовывает именно Резекненская Академия? Они могут как быть из стран СНГ, так и из восточных стран. Это Индия, может быть, и Пакистан. По крайней мере, это такой срез на данный момент иностранных студентов. И, в принципе, мотивация молодежи оставаться в Резекне при наличии высшей школы в городе, конечно, она более высокая, нежели если этой школы не будет. И тогда самые умные, самые амбициозные будут просто уезжать. И вряд ли в этом случае есть большая надежда, что большинство из них вернется. К сожалению, они уезжают, да. И очень многие выбирают получение образования или в Риге, или вообще за границей. И, кстати, хорошо себя показывают. И то образование, которое они в Академии получают, тоже это хорошая основа для любого дальнейшего образования, высшего и за границей в том числе. То есть наши студенты очень хорошо котируются и на рабочих местах, и при дальнейшем образовании. Поэтому, кстати, прозвучала такая фраза, что может быть недостаточно маркетинга в Академии Резекнецкой. То есть вот эту сторону подтянуть, и, возможно, мы сможем побороться и с иностранными учебными заведениями за Резекнец, которые очень часто уезжают. А, кстати, да, вот о жилье я хотела спросить. Если приезжают иностранные студенты, то пока вы можете их обеспечить какими-то общежитиями? Есть у Академии кампус? Или это как раз та часть, которая может... В Академии есть кампус, да, они активно развивают эту базу. И понятно, что это только в плюс идет. Поэтому вот те деньги, которые будут потрачены на развитие образования, а тут же мы говорим о том, что достаточно большие, или 30, или 50 миллионов будут выделены на нужды высших школ по всей Латвии, то, конечно, сейчас наша Академия выглядит очень прилично в плане лабораторий и учебных помещений. Одно общежитие отремонтировано, но надо еще и следующее, не только ремонтировать, но и строить. И поэтому, конечно, если мы начнем строительство жилых домов, то и предполагаем, что от 4 до 5 евро будет квадратный метр стоить с этой площади, почему туда не селить студенты, которые тоже могут стать потом специалистами, высококлассными, работать на наших предприятиях. То есть это такая, да, это комплексная программа, которая рассчитана не только на трудовые ресурсы, но и на студентов. Если высшая школа готова будет, или студенты будут такие деньги платить, но они, в принципе, достаточно приемлемые, то, конечно, мы будем делиться этим всем богатством. Понятно. Хорошо. Александр, скажите, пожалуйста, вот в дискуссиях в Академии вы говорили, что обсуждалась роль самоуправления, помощь какая-то, которую вы могли бы оказать высшему учебному заведению. Какая это помощь может быть? Вот как раз по развитию базы жилья, общежитий или что-то другое? Ну, вряд ли это будет финансовая помощь, потому что самоуправление сейчас поставлено в очень невыгодную ситуацию в смысле бюджетов, потому что очень много денег уходит в государственный бюджет. То есть, ну, определенное перераспределение происходит из кармана самоуправления в карман государственный. Поэтому речь идет, может быть, больше о сотрудничестве между школами и нашей Академией, которая может привести к большему интересу наших выпускников средних школ и таким образом поток увеличится в Академию. Для них это, мне кажется, самое главное. Ну и понятно, что мы уже сейчас делимся и спортивной базой, тот же самый Олимпийский центр, мы это декларировали, когда строили его, что это будет база высшей школы. То есть, наши студенты сейчас могут заниматься спортом. И я думаю, что это очень хорошо. А как вообще пандемия повлияла на учебную деятельность, на спорт? Вы как раз в прошлом году, по-моему, открыли ледовый холл и так далее. И вот только все это построили, только обрадовались, а тут бац, и все закрылось. Или как-то можно приспособиться сейчас к этим условиям? Ну, знаете, мы чувствуем себя как дворовые собаки, не в том смысле, что бедные, а в том смысле, что очень способные к выживанию. У нас высокий уровень выживаемости в таких неблагоприятных условиях. Поэтому, конечно, мы изначально, строив Олимпийский центр, мы предполагали, что они будут сами себя окупать. Есть определенная часть финансирования, которая с заказом самоуправлением платится. Это как бы наши спортивные школы. И, знаете, мы этот год прожили, ну, то есть выжили. Олимпийский центр у нас не просит дополнительных денег, потому что то, что было запланировано в бюджете, этого им хватило. А это как бы бюджет был и, ну, как бы нормального года с расчетом на то, что у нас все-таки занятия круглый год идут, и они платные услуги тоже получают. Сейчас потихонечку оживляется, уже начинаются и платные услуги предоставляться. И мы видим, что очень-очень эффективно работает Олимпийский центр. Кстати, 19-го вот у нас мероприятие мы празднуем, даже пораньше, наверное, один год Олимпийскому центру. И тоже будут приглашены многие местные, у нас там будут мероприятия внутри уже помещений. Конечно же, все с ковид-сертификатами. Но у нас достаточно таких людей, которые любят спорт и, несмотря ни на что, вакцинируются. Понятно. Хорошо. Александр, еще вопрос по поводу финансирования. Опять-таки, государство как бы декларирует, что необходимо повышать, ну, так сказать, гарантированный государством минимум, почему-то возлагает эту обязанность на самоуправление, обязывает самоуправление повышать планку, начиная с которой люди считаются малообеспеченными и, соответственно, могут претендовать на какую-то помощь. Вот как вы видите возможность самоуправлений, ну, выполнять эти требования правительства, диалог с правительством на эту тему? Понятно, что хочется, чтобы люди жили более благополучно, но, тем не менее, ресурсов для этого, для самоуправления в данной ситуации получают не так много, поскольку, действительно, перераспределение средств подоходного налога с населения произошло в пользу государственного бюджета, соответственно, у вас денег отняли. Вот как вы видите этот диалог? Диалога, собственно говоря, нету. Идет такая очень нечестная игра. Правительство вполне может без согласования с самоправлением принимать любви, бюджеты, и жизнь это доказала, и якобы согласие с самоправлением всё это делать. На самом деле это не так, потому что многие руководители самоправлений, они сталкиваются со многими проблемами, не только объединение, уплотнение структуры и так далее, но ещё и бюджет при всём этом, в такой кризисной ситуации, проблемной ситуации, бюджет уменьшает самоправление. У нас сегодня встреча с министром финансов удалённая, буквально сразу после окончания передачи. И в том числе я планирую поднимать тему софинансирования ГМИ со стороны правительства. Это государственный минимальный доход, да? Да, государственный минимальный доход. Потому что господин РС во многих своих интервью упоминал и комментариях о том, что они хотят на 30% от государства финансировать. Просто я напомню, что когда-то, много лет назад, это софинансирование было 50%, и считалось, что это очень даже жёстко по отношению к самоправлению. Потом как-то потихонечку-потихонечку всё это сошло на то, что самоправление сами ГМИ обеспечивают. Теперь правительство принимает решение, оно очень красиво выглядит перед населением. Мы увеличаем минимальную зарплату, мы даём как бы больше необлагаемый минимум, мы ГМИ увеличиваем с каждым годом, оно будет увеличиваться. Но они, я со всем согласен, это очень правильно и так далее. Но давайте нести какую-то солидарную ответственность финансовую за все эти решения, потому что все политические дивиденды получает правительство, а все проблемы, связанные с финансированием этих решений хороших, падают на плечи самоправления. Я опять же ещё раз повторю, что мы поддерживаем все эти правильные решения, но и финансы тогда должны быть обеспечены. Кстати, в соответствии с законом об управлении финансовыми бюджетами. Этот закон по-прежнему не выполняется, и из года в год принимаются решения, которые не обеспечиваются в отношении самоправления решения, не обеспечиваются финансами надёжно. Мало того, у нас деньги отнимают, как вы правильно сказали, предиспределяя наши налоги. Понимаете, даже сейчас, если мы возвращаемся к подоходу налогов с населения, даже если мы на 10% увеличим нашу долю до 85%, пока мы даже остаться больших городов, предлагаем для переговоров 80%, то есть 75% на 80% вернуться. Даже если мы на 85% увеличим, то мы не покроем все эти решения, которые только в следующем году будут приняты, которые, опять же, финансовую нагрузку на самоправление увеличивают. Поэтому, опять же, скажу, что это нечестная игра, и я не знаю, самоправлением, наверное, уже в последний момент нужно как-то консолидироваться и начинать отстаивать свои интересы. В противном случае, ну, посыпятся сначала самые бедные самоправления, которые будут на грани банкрот, каких-то экстренных мер требовать, а потом и большие, зажиточные. Я думаю, что не грозит это только самоуправление, которое около Риги расположено, а все остальные оказываются в одинаковой ситуации. А что значит посыпется самоуправление? Ну, если вы сейчас говорите о том, что в данный момент доходы самоуправления не обеспечивают тех обязательств, которые как бы возлагаются на самоуправление правительственными решениями, то это уже вы в убыток как бы живете? Или есть какой-то подкожный жир, за счет которого вы можете это финансировать? Нет, нет, нет. Речь идет о том, что некоторые функции будут выполняться формально. То есть, ну, да, мне по закону положено, допустим, жить там в шикарной квартире, да, но денег у меня нету. То есть этот закон значит, что он формален. То же самое с управлениями будет, что у нас просто на выполнение всех этих функций денег не будет, и будут браться тогда, ну, соответственно, из каких-то источников, которые, в свою очередь, приведут к тому, что не будет ни пособия выплачиваться, ни остальные какие-то вещи, да. И это объективная ситуация, да, поэтому тут правительству надо очень четко понимать где-то тот рубеж, за который уже нельзя перешагнуть, да, но очевидно, что такого понимания нет. И с управлением может оказаться очень сложной ситуацией. Ну да, в особенности, учитывая то, что выборы в СЭИМ будут уже в следующем году, а выборы в самоуправлении только что прошли, и как бы можно отдуваться за счет ваших… Я бы хотел еще одну инициативу озвучить, мы тут о социальных вопросах говорим и так далее, но, допустим, мы получили сейчас распределение, предварительное распределение средств из дорожного фонда на следующий год. Вот, допустим, из 700 тысяч мы опять 200 тысяч отдаем, то есть у нас из 700 тысяч, которые нам на содержание улиц деньги и так маленькие, недостаточно для того, чтобы дороги в порядок приводить, поэтому мы, как говорится, в долги залезаем, чтобы дороги ремонтировать. И от этих сумм еще отнимают, и отнимают, и других больших городов. Я этого не понимаю, потому что мы и так на дороге тратим только третью часть от акциза, который платят водители. Они ругают, что это плохо, что дороги у нас отвратительные. Ну, так это и есть. И тем не менее, те деньги, которые, допустим, в Эстонии полностью уходят на содержание дорог, поэтому дороги у них такие, у нас только третья часть. Мы постоянно говорим о том, что надо больше платить из акцизных налогов, которые увеличиваются, кстати, но это не происходит. И вот, понимаете, когда со всех сторон потихонечку отщипываются эти средства, но уже к такому, как мы к определенному отчаянию подходим. Хорошо, давайте что-нибудь хорошее скажем под конец нашей программы. Мы уже много сказали, так сказать, объективно разного и критического, и положительного в плане развития промышленной базы города Рызыкны. А вот о хорошем, наверное, давайте вспомним о том, что в Рызыкне, наверное, создана уникальная инфраструктура для молодежи, для школьников, для образования по интересам. И это как раз один из моментов, которые могут привлекать в том числе и людей с образованием из других стран. Ну, как мы знаем, с Украины люди приезжают и в Латвию, и в Эстонию, и в Литву работать по своей специальности, инженеры квалифицированные и так далее. И они уже могут приезжать не только на временную работу, но и постоянно с семьями. А для этого есть в Рызыкны и школы, и вот то самое образование по интересам, которое, ну, пока, может быть, менее других сфер регулируется в плане применения языков, а даёт всё-таки детям такой импульс для развития их творческих способностей. Вот что нового у вас в этой сфере? Я уже говорил, что мы освоили вот последние, больше чем 10 лет, порядка 200 миллионов евро в городе, то есть это объекты инфраструктуры. И из них 100 миллионов где-то так, ну, условно, ушло на промышленную инфраструктуру, то есть привлекательность для предпринимателей, а вторая часть денег ушла на приведение в порядок системы образования, на культурные объекты, на спортивные объекты. Поэтому, конечно, Рызыкны в этом смысле, ну, я бы сказал, даже такой образцовый город, где достаточно удобно и комфортно жить. И в этом смысле мы программу максимум даже выполнили, я бы сказал. И, конечно, мы радуемся за наших педагогов, которые работают во всех этих заведениях, и для детей у нас возможность бесплатно многими, ну, заниматься и культурой, и спортом. Все эти вещи мы создавали очень долгое время, но, тем не менее, сейчас уже мы можем додиться результатом. Ясно. Спасибо большое Александру Барташевичу за участие в программе. Сегодня мы говорили о развитии экономики в постпандемийную эпоху. Ну, пандемия еще не закончилась, но, тем не менее, средства на восстановление уже начали осваиваться, вернее, начали поступать, скоро начнут осваиваться. Для того, чтобы эти средства пошли на пользу, необходимы трудовые ресурсы. Поэтому город Резакны, ну и, наверное, другие города Латвии тоже назабочены этой проблемой. Одно из решений этой проблемы – это строительство нового жилья. И, как подчеркнул наш сегодняшний собеседник, программа восстановления Евросоюза как раз это предусматривает. Может быть, это станет толчком для того, чтобы развивать новые программы строительства в городах Латвии, поскольку действительно мы сегодня заканчиваем пережевывать советское наследие, то, что было построено в эпоху с 40-х до 80-х годов. И сегодня, наверное, мы встали на пороге нового строительства. И надеемся, что к этому подключится и самоуправление, и правительство на это обратит внимание, и люди, которые живут и работают в Латвии, получат для себя ясную перспективу. И будут испытывать желание остаться на родине и, как сказал Александр, учиться и новым знаниям, и навыкам рождения детей, и воспитания их, опять-таки, для будущего нашей страны. Спасибо Александру за участие в программе. Ее провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего доброго. До встречи через неделю.